Расходование бюджетных средств Было озвучено, что 2020 станет годом реализации масштабных программ, которые оцениваются в десятки миллиардов рублей. Скажите, готов бюджет к реализации таких планов? Да, безусловно, бюджет готов к реализации таких планов. В конце прошлого года на законодательном собрании края был принят бюджет на 2020-2021-2022 годы, подписан губернатором, и мы уже вот сейчас его исполняем. В бюджете на 2020 год предусмотрено порядка 34 миллиардов средств на осуществление строительства объектов социальной инфраструктуры. На три года в нашем бюджете текущий год и плановый период предусмотрено порядка 100 миллиардов рублей на эти цели. Для сравнения, в 2016 году на строительство было направлено всего 10 миллиардов из средств краевого бюджета. В первую очередь мы можем говорить о строительстве в системе здравоохранения. Мы продолжаем строительство офисов врачей общей практики. Планируем в этом году построить порядка 21 объекта. Также выделяются деньги на приобретение жилья детям-сиротам. В этом году планируется выделить порядка 2 миллиардов краевых средств, плюс и федеральное софинансирование. Мы готовы обеспечить в этом году где-то полторы тысячи человек детей-сирот жильем. Давайте немножко поговорим подробнее о проектах. Какие крупные проекты и на какую сумму будут реализовываться в 2020 году? Ну, проектов очень много. Можно о каждом проекте говорить долго. Но хочется отметить ряд таких проектов, которые и для города, и для края очень, на наш взгляд, важны. В первую очередь хотелось сказать о том, что планируется начало строительства, реконструкции автомобильной дороги А-146 Краснодар-Верхний Баканский. В этом году начинается строительство первого этапа мостового перехода через реку Кубань, то есть так называемый наш Яблоновский мост. Поскольку этот мост соединяет два субъекта, это Краснодарский край, Республика Адыгея, будет софинансирование с федерального бюджета на эти цели. Вообще общая стоимость объекта составляет порядка 6,5 миллиарда рублей. В 2020 году на эти цели планируется выделить порядка 1 миллиарда. Помимо дороги А-146 в крае в этом году начинается строительство еще ряда дорожных объектов. Хочу сказать о том, что в этом году это происходит за много лет впервые. До этого мы направляли средства Дорожного фонда на ремонт текущих и существующих дорог и на их продолжение, расширение, модернизацию, капитальный ремонт. В этом году будем приступать к строительству еще двух объектов дорожной сети, которые позволят людям из центральной части России, из Москвы, из Санкт-Петербурга доехать до наших курортов и проехать в Республику Крым. Это по дорожным объектам. Значительное вложение бюджета предусмотрено в строительство школ и детских садов. В 2020 году на эти цели предусмотрено порядка 10 миллиардов. Это средства федерального бюджета и краевого. Хочется отметить несколько объектов. Это строительство общеобразовательного комплекса в городе Сочи, который будет в себя включать школу на 1100 мест. Также будет включать плавательный бассейн и детский сад на 360 мест. Это все один сочинский комплекс. Также планируется строительство в этом году школы для одаренных детей в городе Краснодаре, школы-интернат, кубанского казачьего кадетского корпуса. Кроме того, предусмотрены средства на строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы в городе Краснодаре. На это выделяется 4,2 миллиарда, в том числе в 2020 году 2,5 миллиарда. Также мы приступаем к строительству второй очереди краевой больницы имени профессора Чаповского, на строительство которой в этом году выделяется 1 миллиард. Строительство многофункционального спортивного комплекса в городе Краснодаре также будет выделяться 2,8 миллиарда рублей. Так, конечно, мы продолжаем строительство и приобретение детских садов, также продолжаем строительство, я уже говорил, офисов врачей общей практики, спортивных объектов шаговой доступности и благоустройства, конечно, территорий. – Понятно, что это все имеет социальную направленность, но все равно не могу не спросить, каковы приоритетные направления расходов краевого бюджета 2020 года, именно в этом году? – Ну, как и все предыдущие годы, в принципе, мы вот недавно поднимали, интересовались историей вообще бюджета, смотрели бюджет Кубанской области, и он, оказывается, тоже был социально направленным. В общем-то, порядка 70% бюджетных средств именно идет на социальное обслуживание населения. В этом году мы, с учетом, конечно, строительства социальных объектов некоторых, в этом году на социальную сферу направляется порядка 200 миллиардов рублей из 300 миллиардного бюджета. Также в бюджете предусмотрено 4,5 миллиарда рублей на повышение заработной платы врачам, учителям, социальным работникам, тем категориям граждан, которые попадают под майские указы 2012 года президента Российской Федерации, мы продолжаем удерживать уровни этих заработных плат в соответствии с указами от средней заработной платы по региону. Также у нас в этом году мы проиндексировали на уровень инфляции 3,8% все социальные выплаты гражданам, увеличились стипендии также на эту сумму учащимся. Следует отметить, что законодательство в социальной сфере постоянно совершенствуется. Помимо имеющихся мер социальной поддержки, с 1 января 2020 года многодетные семьи, награжденные медалью Краснодарского края «Родительская доблесть», будут получать единовременное денежное поощрение. Если оно раньше было 115 тысяч рублей, то мы в этом году увеличили его до 1 миллиона. Кроме того, для многодетных семей расширены возможности распоряжения средствами краевого материнского семейного капитала, которое, напомню, составляет чуть больше 129 тысяч рублей. Продолжается реализация региональной составляющей национальных проектов в области социальной сферы. На эти цели в 2020 году выделяется порядка 25 миллиардов. В крае начата работа по выполнению послания президента Федеральному собранию Российской Федерации, в котором предусматриваются расходы на социальную поддержку. Также это доплата за классное руководство учителям, это выплаты семьям, имеющим низкий доход, ну и так далее, другие выплаты. Продолжается поддержка реального сектора экономики. В этом году предусмотрены средства на увеличение фонда промышленности Краснодарского края. После увеличения его объем составит уже полтора миллиарда рублей. В целях повышения уровня жизни жителей Кубани в крае принята государственная программа формирования комфортной городской среды. В 2020 году на эту программу будет выделяться порядка 1,7 миллиарда рублей. Одно из важнейших направлений финансовой поддержки – это развитие агропромышленного комплекса, поддержка сельхозтоваропроизводителей. В этом году мы планируем выделить на эти цели порядка 9 миллиардов. Если возвращаться еще к прошлому году, сколько составили собственные доходы консолидированного бюджета Краснодарского края? И есть ли положительная динамика в этом отношении? В прошлом году собственные доходы консолидированного бюджета края составили 318 миллиардов рублей. Положительная динамика к прошлому году без учета разовых платежей, которые в прошлом году составили достаточно большой объем, составила 106%. Разовые платежи в прошлом году поступили у нас по налогу на доходы физических лиц и по налогу на прибыль. Мы имеем в виду разовые платежи, которые мы не ожидаем их постоянно получать. Мы говорим о том, что был заплачен НДФЛ Галецким, и ряд предприятий заплатили прибыль, которая была от определенных сделок. Что касательно структуры доходной части бюджета, основные доходные источники – это налог на доходы физических лиц, это прибыль организаций. В структуре доходов консолидированного бюджета края наибольший удельный вес занимает поступление от хозяйствующих субъектов топливно-энергетического комплекса, потребительской сферы, транспортной отрасли, агропромышленного комплекса. По состоянию на 1 декабря 2019 года в рейтинге российских регионов Краснодарский край занимал четвертое место по темпам роста собственных налогов. Обычно регионам портят статистику госдолг. Как в этом отношении выглядит Краснодарский край? Очень сложно говорить о том, что госдолг портит какую-то статистику, потому что регионы средства в основном заимствуют для решения каких-то вопросов, которые дадут рост этому региону и дальнейшее его развитие. Да, в Краснодарском крае была достаточно большая долговая нагрузка. В 2015 году она составляла порядка 90%. На сегодняшний день мы снизили долговую нагрузку до 41% и планируем держать эту долговую нагрузку до 50%, не превышая 50% порог. Государственный долг Краснодарского края составляет на сегодняшний день 99 миллиардов. В основном это средства федерального, то есть это государственное заимствование, федеральные кредиты и это ценные бумаги, выпущенные Краснодарским краем. Политика края, как я уже сказал, по государственному долгу, это в случае необходимости направления средств на развитие края, если не будет действительно хватать собственных доходов в случае каких-то там форс-мажорных обстоятельств, ну и поддержание уровня долга на уровне до 50% долговой нагрузки. Если возвращаться к бюджету, скажите, что нужно учитывать при составлении бюджета и насколько он открыт для обычных кубанцев? При составлении краевого бюджета в первую очередь учитывается бюджетная налоговая политика. Ну, конечно же, в первую очередь средства краевого бюджета направляются на реализацию национальных проектов и реализацию государственных программ, которые также направлены на реализацию национальных проектов и не только. На сегодняшний день в крае утверждено 26 государственных программ. На реализацию этих программ направляется 94,5% всех средств бюджета. Что касательно открытости бюджета для граждан, Но Краснодарский край в последние годы занимает первые места в рейтинге открытости бюджетов для граждан. Этот рейтинг составляется научно-исследовательским финансовым институтом при Министерстве финансов Российской Федерации, по заказу Министерства финансов Российской Федерации. И вот мы достаточно много лет уже удерживаем лидирующие позиции. Из чего состоится эта открытость? В первую очередь при формировании бюджета, при направлении проекта закона о краевом бюджете, законодательное собрание мы проводим публичные слушания по бюджету. Также проводятся публичные слушания по закону об исполнении краевого бюджета. На публичные слушания приглашаются все граждане Краснодарского края. У нас каждый год присутствует на них порядка 300 человек. То есть они могут вносить какие-то свои замечания? Ну, не все люди. Для того, чтобы вносить свои замечания, нужно зарегистрироваться как эксперт публичных слушаний. Это очень простая процедура. Нужно просто-напросто заполнить определенную форму на сайте Министерства финансов, предоставить свои вопросы. Там прописана процедура, как это делается. И также прийти на публичные слушания и свои вопросы озвучить. Эти вопросы будут рассматриваться общественниками, они будут рассматриваться на законодательном собрании, будут рассматриваться главными распорядителями средств краевого бюджета, ну, всеми участниками бюджетного процесса, которые участвуют в формировании закона о бюджете. Ежегодно у нас выступает порядка 7-8 участников публичных слушаний, которые выносят свои предложения. Также по проекту «Закон об исполнении бюджета» тоже есть люди, которые предлагают какие-то свои видения, свои инновации при формировании бюджета уже на следующую трехлетку, чтобы учесть их какие-то пожелания. Для обеспечения открытости бюджета для граждан мы ежегодно выпускаем брошюру «Бюджет для граждан». Эта брошюра также выходит дважды в год. Одна брошюра о бюджете, планируемом на очередную трехлетку, и вторая брошюра об исполнении бюджета за прошедший финансовый год. В этой брошюре наглядным образом отражены все параметры бюджета, куда были направлены средства, в каком объеме бюджет был исполнен, ну, либо планируется исполнить. Также для открытости и для изучения нашего бюджета у нас есть портал «Открытый бюджет Краснодарского края». На этом портале в доступной форме отражены все параметры бюджета, параметры его исполнения за несколько лет, параметры исполнения бюджетов муниципальных образований, там можно сравнить все эти данные. Также есть сравнение бюджета Краснодарского края по различным параметрам с другими субъектами Российской Федерации. Ну, с этим все понятно. А как ведется контроль по госзакупкам? Значит, начиная с 2017 года Министерство финансов осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с частью 5 ст. 99.44 Федерального закона. В соответствии с этим законом мы осуществляем контроль планов закупок на сегодняшний день. Это уже планы графики. То есть, если раньше были планы закупок и планы графики, на сегодняшний день объектом контроля остался план график. Значит, планов графиков, извещений о осуществлении закупки принятых, утвержденных контрактов. Значит, в соответствии этих контрактов утвержденному реестру контрактов, которые размещаются в единой информационной системе закупок. За 2019 год был осуществлен контроль более 252 тысяч объектов контроля в сфере закупок. Данный контроль позволил не отклонить закупки, планируемые закупки за счет свес краевого бюджета, что позволило не допустить просроченной кредиторской задолженности. То есть, имеется в виду сверхлимитные закупки, которые превышают утвержденный лимит бюджетных обязательств по участникам бюджетного процесса и планов финансово-хозяйственной деятельности по бюджетным автономным учреждениям. На сегодняшний день осуществляется бесшовная интеграция региональной информационной системы закупок Краснодарского края и автоматизированная система исполнения бюджета Краснодарского края из бюджета, так называемая наша система. Эта бесшовная интеграция позволяет заказчикам уже на стадии объявления начала закупочных процедур уже видеть остаток лимита бюджетных обязательств. Поэтому в данном контексте контроль закупок осуществляется в полном объеме. Ну и давайте немножечко про муниципалитеты поговорим. Какая поддержка оказывается им? Краснодарский край оказывает достаточно большую поддержку муниципалитетам. У нас предоставляются межбюджетные трансферты. В этом году на поддержку муниципальных образований предусмотрено порядка 89 миллиардов рублей. Это включая дотации 10,6 миллиарда рублей, субсидии 21 миллиард, субвенции 52,8 миллиарда. Дотации предусматриваются как на бюджетную обеспеченность, так и на сбалансированность бюджетов. В 2020 году, в бюджете 2020 года, на сбалансированность бюджетов муниципальных образований предусмотрено 1 миллиард 850 миллионов рублей. Ну, достаточно большая сумма, которая позволяет сбалансировать бюджеты тех муниципальных образований, у которых не совсем выполняется доходная часть, которая была запланирована, либо возникли какие-то непредвиденные ситуации. Также Край проводит работу по реструктуризации долгов муниципальных образований. В течение 2018-2019 годов на реструктуризацию коммерческих кредитов муниципальных образований было направлено 8,7 миллиарда рублей. В дальнейшем мы провели реструктуризацию уже наших долгов муниципальным образованием путем списания этого долга в объеме 5,8 миллиарда рублей, что позволило муниципальным образованиям как сократить расходы на обслуживание своего долга, так и, в общем-то, избавиться от этих долгов. Также, начиная с 2018 года, в Министерстве финансов предусматривается 75 миллионов рублей на поощрение муниципальных образований, которые заняли первые 5 мест в рейтинге по привлечению инвестиций и увеличению доходного потенциала. Вот как раз хотелось спросить, есть ли у нас такой пол лидеров и, может быть, там такие список отстающих, или они, в принципе, развиваются у них, осваивают средства одинаковые? Нет, ну, конечно же, всегда есть муниципалитеты, которые более или менее впереди, да, по темпам роста доходных источников, а есть муниципалитеты, которые, ну, являются аутсайдерами. Но, как показывает практика, нету таких муниципалитетов, которые постоянно у нас находятся там в аутсайдерах, потому что, ну, это жизнь, и каждый год эти списки у нас меняются. Да, конечно, есть ряд муниципалитетов-лидеров, которые находятся в верхней, так сказать, части рейтинга, но каждый год меняются муниципалитеты. То есть жизнь вносит свои коррективы. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу, всего доброго. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова